Белая Русь Белая Русь В 1966 году, благодаря исполнению песни «Память сердца» композитора Игоря Лученко на стихи Михаила Ясеня, Виктор Вуячич стал победителем первого всесоюзного конкурса на лучшую советскую песню и на лучшее ее исполнение. Вуячич в свое время, это было уже предтеча этому. То есть это первый наш взрыв. Не спится только ветеранам, это был прорыв. Витька выступал совершенно замечательно. Ну, во-первых, это мужик. Во-вторых, он вояка. В-третьих, это фактура, он высокого роста. Талант. Однозначно он талант. В Минск Виктор Вуячич попал случайно, после службы в военно-морском флоте. Проходя службу в армии, он уже солировал в ансамбле краснознаменного Балтийского флота. В 1957 году Виктор Вуячич переехал в Минск и стал работать в Белорусском государственном хоре, а затем и артистом хора «Белгостелерадио». Он тембрально был, отличался от всех наших певцов. Вот его действительно можно было узнать по одной ноте. Вот начинал петь, и у него всегда, ну, настолько приникновенно, настолько тепло. Он пел в основном советские песни, он пел на русском языке, он практически не пел зарубежную эстраду. Неповторимым был не только голос Виктора Вуячича, но и его мужское обаяние, изящный вкус и чувство меры. Ну и потом это был действительно артист, он всегда был безукоризненно одет. Вот это был эталон вкуса. Ну, всегда на сцену у него были самые красивые вещи, самые модные. Мы даже одно время в музыкальном училище вместе учились. Он был намного старше меня, но мы учились, я на вечернем, и он был на вечернем, тогда в военном ансамбле был. Он уже тогда, ну, мы пацаны были со Семшовым училищем, он приходил уже в галстучке, в красивых костюмах, мы вообще не знали, что это такое. Он тогда уже был в Вуячиче, понимаете? Как это важно. И так себя держал всегда у него, стать такая. Ну, мне довелось познакомиться с ним тогда, когда я работала на Белорусском радио, и это было в середине 90-х. Он обратился ко мне с просьбой переписать какие-то свои архивные записи. Мы договорились о встрече, и вот я хорошо помню, когда он пришел на радио, я была просто обескуражена, я была сражена на повал его внешностью. Вот это зашел, он же уже был в то время пожилой мужчина, но, боже мой, какой это был красавец, глаз не оторвать, аристократ. У него, знаете, вот он ничего не старался из себя там как бы изобразить, у него это все было в природе. Вот говорят про таких людей, говорят, породистый. Вот Виктор Лухьянович, он был именно такой. То есть у него были прекрасные манеры. Как он на концерте, он же настолько был одет изумительно всегда, как он подходил к костюмам. Он никогда в концертном костюме не присядет. Никогда. Только вот, допустим, сколько бы там, если задержка концерта или там антракт задерживается, нет, он никогда не присядет. Он такой вот настоящий мэтр такой. И в песне, и в жизни. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги, значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно к какому концу унося седоков. На сцене Виктор Вуячич держался особенно достойно. Он обладал высочайшей сценической культурой, качеством, к сожалению, вымирающим на современной эстраде. Никто не может научить такому отношению вот высокому к песне. Вот он в песне нес эту культуру, высокую культуру белорусскую. Так вот, у Вуячича у него именно был такой красивый, благородный тембр. У него был большой голос. И это при том, что, видите, насколько я знаю, он образование потом уже получал музыкально. Когда он уже получил известность, когда он уже работал на профессиональной сцене, тогда он занялся именно своим образованием. У него была природа богатая. Получить диплом в музыкальном училище Виктору Вуячичу удалось только после всесоюзной славы, которая пришла к нему после победы на первом всесоюзном конкурсе советской песни. Песни тогда вообще мимо худсовета практически не могли. Это вообще невозможно. Это сейчас нет худсовета. Тогда без худсовета вообще даже мышь не прошвыгнула. Туда поехал Виктор Вуячич и Нелли Богуславская. Она тоже участвовала. А аккомпанировали им ансамбль Измаила Копланова. Вот там 5 или 6 человек их было. Там рояль, контрабас, баян, бас-гитара, ударные. Вот они аккомпанировали. У меня до конкурса оставалось 10 дней. Думаю, вот эти 10 дней на месте уже я буду работать, зная с чем. И мне сказали, у тебя этих 10 дней не будет. Почему? Потому что от Белоруссии будет еще один представитель на этот конкурс Виктор Вуячич. И сопровождать его будет твой ансамбль. То есть ты это ты. Но Белоруссия представляет Вуячич. Когда он решил, что он поедет на конкурс, и он тоже понимал всю значимость этой программы, то он работал, вернее, с ним работал музыкальный руководитель всей белорусской эстрады. Был такой Лев Яковлевич Моллер. И вот Моллер сделал с ним всю программу у фортепиано. То есть вся музыка, которая должна была сопровождать Вуячича, была у него в аккомпанементе только фортепиано. А Капланов должен был сделать ее на музыкальный ансамбль и с ним все отрепетировать. То есть на меня времени не было никакого. Я это прекрасно понимала. И я, так сказать, не возмущалась. Я понимала, что Витька не может, у него времени нет. И, ну, он должен, это же Беларусь представляет. Для подготовки к всесоюзному конкурсу у Виктора Вуячича было всего 10 дней. А необходимо было составить программу из 15 композиций. Сам конкурс проходил в три этапа. Участники выступали по жеребьевке. Так сложилось, что Виктор Вуячич выступал следом за Нелли Богуславской. У него был очень внушительный репертуар. То есть все было замечательно. И все было сделано ему 10 дней. Хватило, чтобы все это сделать. Но это опять речь же о том, что профессионалы берут и делают. Причем в условиях конкурса была одна такая хитрая заложенная вещь. Каждый исполнитель, ну, тогда был Советский Союз, то есть из каждой республики, должен был представить свою песню ранее нигде не спетую, не печатавшуюся. То есть это должно было быть вот то новое, которое только что появилось. С тем прицелом, что вот из этого уже будут выбирать лучшую советскую песню. На этом конкурсе два, по существу, параллельных конкурса шло. Тем он был интересен. И на этом конкурсе Виктор Вуячич исполнял песню «Память сердца». Было очень много конкурентов. Кстати, на этом конкурсе, насколько я знаю, принимал участие в этом конкурсе и Иосиф Давдович Кобзон, и Вадим Муллерман. И получалось, что Вуячич всех обошел. Обошел. И это была действительно победа, которую жюри присудило им единогласно. Там очень многое совпало. Там и первое место, и фактически первое исполнение Вуячича. Он только начинал, еще его никто не знал. И лучинок тогда, это была одна из первых песен. Понимаете? И вот как-то так все совпало. И жюри было. Там был, по-моему, Утесов. Это ему было близко. Это его песня. Он интонационно попал. Понимаете, как важно? Вот соединились три компонента, в том числе и жюри. И песня действительно была просто хорошая песня. Вот все. Когда ночь город обнимает И тихо звезды зажигает А песня сердце приласкает Наш Минску ставший за день спит Не спится только ветерану Войны минувший картизан Ночь расстреложила Тогда идеология была на первом месте. И поскольку песня не спится только ветерана О чем вы говорите Это был просто, понимаете, лучше не придумаешь Понимаете, поэтому не случайно Игорь Михайлович Игорь Михайлович и представителям Союза Поставили и депутатам Верховного Совета Это все абсолютно справедливо И то, что он народный артист Советского Союза Кстати говоря, о званиях В Советском Союзе была точная ситуация Просчитанная Что давали, прежде всего, СССР Прежде всего, очень сильным людям На 15-14 союзных республик Они быстрее получали звания Поэтому Евгений Доги, Молдавия Народный артист СССР Паулс, Латвия Магомаев, Азербайджан Бабаржанян, Армения И так далее То есть все эти люди Они получали эти звания А в России это все было скромно Поэтому Калмановский Который писал великие песни Получил это, по-моему, в 91-м году Когда уже Советский Союз заканчивал И многие Фрэнкель Где-то в 87-й год Фраткин тоже где-то Пахмутова В 84-м, по-моему, или в 85-м году А она когда? В 60-х годах Писала великие А Шаинский так и не дождался Лещенко так и не стал Так и не получил этого звания Хотя он родил День Победы Видите, как трудно в России Все это пробивать А с таким же материалом На периферии он сразу получал звания Это не хорошо, не плохо Так было В Ящич с этой песней Получил первое место А Кобзон получил второе место Ну вот такие были И они дружили Кобзон и В Ящич Сколько раз приезжал На вечера памяти Кобзон Сюда в Минск Чтобы поддержать, так сказать, семью И поддержать Виктора Так вот, они С Виктором взяли первую премию А я С Островским Аркадьевичем Занял вторую премию Я думаю, что его победа В конкурсе в 66-м году Она была закономерной Потому что, ну, нельзя было Пройти мимо такого Красавец просто Мало того, что песня прекрасная Память сердца Как он ее пел Ну, это же был настоящий голос Это баритон Без всяких там минусов и плюсов Настоящий вот певец на эстраде Голосовой Какие у него были манеры Какие у него красивые руки Вы помните, как он их раскидывал Так, когда он исполнял песни Полы, имя, ружевых виросов Вот так он эти руки раскидывал И это было прямо Ты видела эту картину Эти виросы Это все было, конечно, здорово ПЕСНЯ 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 Виктор Вуячич не исполнял проходных песен Каждую он тщательно отбирал Скрупулезно работая над текстом И ее драматургией Он в основном исполнял патриотическую песню Кстати, Игорь Лучинкачин Очень много пел песен В последние годы уже Маис стал брать песни Тоже уже немножко так с ним вместе Стали работать Так что, но он пел только Патриотическую и лирическую песню Он хорошо очень пел Ну, и много было хороших песен Очень много А он же все время пел эту песню «Как много девушек хороших» Это же история Как он ее подавал Эту песню И, конечно, на сцене На него нельзя В него было не влюбиться Понимаете, я же он Красавец мужчина Красавец, обаяние Как много девушек хороших Как много ласковых имен Но лишь одно из них тревожит Унося покой и сон Когда влюблен Любовь нечаянно нагрянет Когда ее совсем не ждешь И каждый вечер сразу станет Удивительно хором И ты поешь Сердце Тебе не хочется покоя Сердце Как хорошо на свете жить Сердце Как хорошо, что ты такой Спасибо, сердце Что ты умеешь так любить Вскоре его могучий голос Услышали во многих странах мира А в 73-м году На международном фестивале Современной песни в Японии Виктор Вуячич получил Специальный приз За исполнение песни Спадшина На музыку Игоря Лученко И стихи Янки Купалы Когда-то Виктор Вуячич Поехал в Японию И там исполнял Спадшину Да В музее Янки Купалы Есть приз Он оставил свой неизгладимый вслед Лучинок оставил свой неизгладимый вслед И я думаю, что белорусская эстрада С 70-х, 60-х, 80-х годов Останется в истории, в антологии Как самая яркая страница Виктор Вуячич был одним из признанных мастеров Советской песни Кумиром публики Его задушевный баритон покорял слушателей О любимой песне Виктора Вуячича Была песня Игоря Лученка На стихи Роберта Рождественского «Если б камни могли говорить» Впервые он исполнил ее в начале 70-х В Бресте Зал аплодировал стоя Много песен его Просто является шедевром «Если б камни могли говорить» Эта песня ворвалась в эфир Особенно в праздники Празднования Победы Просто это слова Роберта Рождественского «Если б камни могли говорить» Над летящими вдаль облаками Рассказали об мужестве камни Это такая сила поэтическая С которой Игорь Михайлович Так достойно справился С этим материалом И написал могучую песню До сих пор она живет Поется в концертах «Если б камни могли говорить» Под летящими вдаль облаками Рассказали об мужестве камни «Если б камни могли говорить» «И звучит, звучит бессмертная песня» «Над землею мирною рассвет» Для героев, для героев Бреста Для героев Бреста смерти нет Я выросла сама в городе Северодвинской Архангельской области На Белом море И вот тогда я еще девчонкой Знала уже его Потому что тогда на всю страну Прогремела песня Игоря Лученко «Память сердца» И, конечно, тогда я вообще Ни одного концерта не пропускала Я уже знала, что в Белоруссии Главный певец Это Виктор Уляч Уже тогда знала Конечно, мне в голову не приходило Что я буду знать и Игоря Михайловича И буду работать С ними с собой, собственно Галина Галенда пришла работать в Белорусскую филармонию В середине 80-х На концертах Виктора Улячича Она с Владимиром Кудриным Исполняла несколько песен С Виктором Улячичем Они объездили весь Советский Союз Выступали и в Афганистане Работали мы в Афганистане В основном для Контингента советских войск Хотя один Был у нас один концерт В Кабуле В зале Кабул-Нандари Вы знаете Ведь никто Во-первых, все поездки мы ездили От Союз концерта Это Москва посылала И никто нас не спрашивал Ко мне даже мама с папой с севера приехали И мы пытались скрыть Это же война Что мы летим в Афганистан И вдруг они случайно видят Бумагу какую-то Там написано Афганистан Они говорят Как Афганистан? Я говорю Мамы это все перепутали Это не так Чтобы не волновались Потому что там-то Как раз были ситуации Что могли не вернуться И каждый божий вечер За Вуячем приезжала Волга Вот уже когда концерты заканчивались Когда нас в гостиницу привозили Вот Во всех зарубежных командировках Я в основном в одном номере с ним жил Вот И он брал меня с собой Мы садились в эту Волгу Вуяч на переднее сидение Рядом На заднем сидении с полковником Я А водитель меня инструктировал У него Если знаете В Волге Перед Между двух передних сидений Лоточек Там лежат две гранаты А сзади Калашников лежит Стрелять умеешь? Я говорю Умею Вот когда скажу Бери автомат и стреляй Я говорю А куда? Он говорит Не важно куда Главное стрелять Было такое Но Стрелять не пришлось Улетали мы тоже очень сложно То есть нам приходилось Над Кабулом Набирать полную высоту Вот так в самолете сидя Все вещи остались внизу Потому что Не было времени даже взять Или погрузить эти вещи в самолет Все осталось внизу Трапа самолета И вот так мы набирали По-моему Семь тысяч Потому что И четыре вертолета Уже вели Там появились тепловые Вот эти мины Которые на тепло самолета Пришлепываются И вот эти вертолеты Отстреливались Где же вы теперь Друзья Одноволчане Боевые Спутники мои В 70-е годы Слава Виктора Вуячича Гремела по всей стране Он был кумиром публики Его задушевный баритон Покорял слушателей Певец гастролировал Во многих странах мира На всех континентах И куда бы мы ни приехали Везде аншлаги Вот работали же дворцы спорта И стадионы А тогда же не было ни фонограмм Ничего не было Все вживую было Понимаете Это та школа Это вот тот уровень Который был задан Тогда В конце 60-х И сейчас К сожалению Вот к этому уровню Уже мало кто Может приблизиться Вживую петь И покорять слушателей Это мало кому дано сегодня Он это мог Никогда Виктор Вуячич Не пел под фонограмму Даже тогда Когда был тяжело болен Впрочем О многолетней болезни Знала только его семья Мужественность Виктора Вуячича Не была наигранной Он и вне сцены Оставался таким же надежным И любящим свою семью Вспомнила ситуацию Как-то мы с Володей А мы были мужем и женой И что-то мы Поскандалили Поругались И вот он нас тогда На ковер вызвал И стал объяснять Что семья Это самое святое Что у меня вот Света и Андрей Это вот превыше всего Вот Андрей сын И Светлана Семеновна Очень жаль Я говорю Виктор Викторович Вот только тогда Начинаешь понимать Насколько это был Самобытный И оригинальный певец Ушел из жизни Виктор Вуячич После продолжительной болезни 17 сентября 1999 года У Капланова была песня Она называлась Не надо о грустном Так вот Не надо о грустном Вообще Вы знаете Очень грустно Сейчас приезжать в Минск Я всегда Когда приезжаю Я прямо с аэропорта Приезжаю на кладбище Прямо с аэропорта И уже целый ряд Раньше только подходил К Петру Мироновичу К Машерову А сейчас Приходится подходить Уже ко всем И к Володе Малявину К Еременко И к Вуячичу Ну Что делать От нас сие не зависит Знам я приду И любую беду Отведу Тихо по имени Ты позови меня Лишь дубами меня Позови Я приду Володь 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 Продолжение следует...